Как вы играете с ними? В процессе взросления у нас только одна игра, это монополия была и игра с кружочками, когда ты наступаешь руками, ногами. Но для развития практически шести месяцев я педагог, и вот такие игры на развитие памяти, очень много у нас было разных игр, до семи, до восьми лет я всегда с ними занималась, с такими видами развивающих игр. Самый важный момент, когда получается у ребёнка играть, он при этом радуется, и ты понимаешь, что у ребёнка вызывают положительные эмоции в игре. И у него это получается, он заинтересовывается играть дальше. И в процессе можно раскрыть ребёнка, в процессе игры он может пойти на контакт, это очень важно. Так, ну я чувствую полезность этой игры для детей, потому что очень часто дети скрывают свои эмоции, а в игре они смогут показать эти эмоции и пережить эти эмоции. Да, дети переживают иногда эмоции, а иногда закрываются в себе и не могут показать свою эмоцию, которая у них внутри, и не могут об этом сказать. Ну и иногда родители говорят, что ты должен быть смелым, ты не должен бояться, и когда ребёнку становится страшно, он боится показать и проявить этот страх. А вот в игре у него есть возможность это передать. А некоторым детям нужно проявить наибольшее количество радости, они чрезмерно серьёзные. Но для меня понравилось, что можно потренировать родителям свою память. Да. Тяжело говорить про эмоции. Когда я замечаю, что у детей меняется настроение, либо их внешний вид, то я у них спрашиваю, что случилось, почему у тебя такой внешний вид. И не всегда дети отвечают, ну вообще идут на контакт и говорят, что у них случилось. Они просто отвечают, всё хорошо. Но на самом деле есть проблема, о которой они не говорят. Я могу объяснить. Вашка выражает эмоции. Почему? Ну потому что не всегда родители могут понять, что это за эмоция, они могут всегда понять, почему у тебя такая эмоция. Ага. Ну почему? Ну потому что ещё иногда в компании людей эту эмоцию вообще не надо выражать. Угу. Ну и иногда тебе говорят, какую эмоцию выражать. Угу. Из-за этого иногда скрываешься в себе. Настольные, спортивные, ещё память развивали. Значит, тебе нравилось мало? Шутки. Мало. Ну так и говори. Мало. Продолжение следует...